приветствую друзья у нас опять якут и дабы быть максимально объективным я хочу показать еще одну штуку с этим ножом я уже упоминал в предыдущем видео я знаю что нравится людям в этом ноже многие комментировали видео как бы и устно и на форумах что вот дескать это нож который работает по мясу главное по мороженому мясу ну извините меня мороженых лосей у меня здесь оленей вернее мороженых как-то не особо но самое обычного чтобы не прикупить специально заморозил сейчас мы это посмотрим продемонстрируем для начала как всегда острота чтобы не обменяли не обвиняли меня в том что нож тупой и просто точить не умею и прочее веселые веселые вещи я слышал насчет того что дескать него геометрия какая-то не то но тут извините не этот нож делал я это делал я брал этот нож у такого известного его уважаемого мастера клинок и вроде как все его якутскими клинками довольны а тут вдруг оказалось что конкретно вот этот нож но не знаем кому то просто хочется верить в то что он сам придумал ну давайте попробуем просто тоненько порезать безусловно удобно и я даже скажу сейчас для того чтобы было с чем сравнить не будем бегать далеко вот у нас бараш который причастны участвовал в тесте я его сейчас снимаю с карманом нет немножко здесь с работаем не помыл лимон давайте посмотрим как с этим справляется с той же задачей бараш ну длины клинка не хватает безусловно поэтому не вижу ну вот никакой проблемы делать то же самое другим ножом давайте попробуем вот примеру пчак беру его с доски не точил ничего безусловно когда хватает длины клинка вот такие вот мы можем пластики снимать заметьте не якутом попробуем им кстати такой же кстати им то проблематичный то если вот максимально тонкую снимать а вот его как раз опять выруливает да чаком но серьезно то же самое делаю пчаком что мне нравится где он выигрывает я вам скажу на самом деле где он выигрывает я если мы им не начинаем разрядать отсюда а когда мы собираем стружку например с большой берцовой кости да когда у нас с двух сторон кусок мяса ограничен какими-то твердыми субстанциями нам этим ножом проще врезаться в мясо и полукругами как вот может быть видели режется хамон узкими ножами вот такие операции и кутом делать удобно то есть если у нас какая-то замороженная там нога с костями то сказать на кости мясо срезать именно вот так вот вгрызаясь внутрь и вот такими полукругами вырезать тонким тонкой стружкой мясо это безусловно делать и кутом удобно именно в этом смысл этого ножа именно это удобно в полевых условиях для оленеводов но извините меня у меня как бы на стол попадают продукты совершенно в другом смысле и где-то в полевых условиях но во первых передо мной не стоит задача тонкую стружку постоянно из мяса выковыривать и вот только вот в этом есть прелесть вот этой геометрии я думаю я это наглядно сейчас продемонстрировал можете посмотреть еще раз повернул вот так я именно вы струге вот так же давайте покажу вот сейчас вот напортачил вот это вот понаделал а теперь мне все это другими ножами исправлять то есть если я попытаюсь хороший кстати сам не пробовал сейчас если буду делать это баражем я буду делать но это мне уже менее удобно он оставит оставляет такие ступеньки то есть им это делать менее удобно это же самое это же самое я смогу сделать двусторонней линзой тоже без проблем заходим и выходим но здесь у нас линза не отобухан как на якуте поэтому тоже некоторые ступеньки остаются в этом смысл якута причем это смысл не конкретно якута это смысл просто линзы от обуха и в зависимости от того какой у нас будет радиус этой линзы у нас будет тот же чем ближе этот радиус будет к желаемому радиусу по которому мы работаем тем лучше этот нож будет работать вот вам и весь секрет хотите со мной соглашайтесь хотите не соглашайтесь можете просто взять и попробовать сделать то что сейчас сделал я просто возьмите хороший кухонный остро отточенный нож поснимайте ровную прямую стружку чтобы она от начала и до конца слезла попробуйте то же самое сделать якутом от начала и до конца а потом вот так вот повнедряйтесь в продукт увидите разницу увидите разницу и ощутите и своими руками все я думаю на этом нужно больше нечего показывать чего там этим якутом еще устраивать так что там демонстрировать и я думаю на этом можно заканчивать серию наших видео итоговое видео я еще наверное сниму здесь пока все ладно спасибо за просмотр не болейте друзья